В Одесском Медине скандал из-за государственного тестирования Крок-2. Иностранные студенты жалуются на массовое занижение оценок на специальном экзамене и вымогательство со стороны руководства ВУЗа. Теперь вместо получения диплома и возможности работать у себя в стране, они вынуждены будут учиться в Одессе еще один год, но за свой счет. Все подробности расскажет Юлия Федорова. Спасибо. Баллы, согласно новому приказу, их отчисляют из ВУЗа. Мы сдали все госэкзамены на нормальные баллы, а позже нас отправили на специальный тестовый экзамен Крок, где всем иностранцам просто поставили ноль баллов. А пересдачу можно сдать только через год. Мы не можем столько времени тут находиться в ожидании пересдачи. О коррупционных схемах заявили шестикурсники факультетов лечебное дело и стоматология. По словам студентов, их заставляют платить за Крок-2, намеренно ставят низкие баллы и отправляют на повторную пересдачу в следующем семестре. А значит, придется платить еще за один год обучения. Это и долго, и дорого. Биллианты вообще-то. 500 долларов почти почитаем. Уезжают, потом нам надо будет получить визу обратно. Еще за учебу мы заплатим. Мы как раз будем тратить около 5 или 6 тысяч долларов. Юристы, которые вызвались помочь иностранцам, уверены, руководство вуза умышленно ставит студентов в сложные условия. В то время, когда можно было бы пойти им навстречу. Мы сейчас наши внутренние законы, мы на них их распространяем. Хотя у них нет никакого крока, ничего не нужно. Они уже все сделали. Им уже надо ехать домой. Это уже шестой курс. Вот этим детям уже надо ехать домой и себе там работать. Понимаете? А их здесь держат, потому что выгодно кому-то. По словам студентов, в получении результатов госэкзамена им отказывают. Дипломы об окончании учебы не выдают. Они все оказались в безвыходном положении. Уже сейчас, в связи с окончанием визы, вынуждены возвращаться домой ни с чем. Они должны прийти спокойным человеческим языком, объяснить, в чем у них проблема, в чем они видят нарушение. А никакой адвокат, никакой юрист таких деталей, подробностей он физически знать не может, потому что он не участвовал в этом процессе. Мне как бы рожать, поэтому вот в чем вся сложность. Поэтому однозначно им придется сюда возвращаться. Студенты-иностранцы уже написали запрос местным депутатам с просьбой проверить действия руководства ВУЗа. Они собираются обращаться в Министерство образования Украины и посольство своих государств, а также готовят пикет под Одесским Медином. Юлия Федорова, Никита Кричко, 7 канал.